Мак. Яркий, красивый цветок на тонком зеленом стебле нередко называют украшением полей. Однако за внешней привлекательностью скрывается опасность. Семена мака, опиум – мощное наркотическое средство, которое вызывает быстрое привыкание и, соответственно, серьезную зависимость. Потребление мака и его производных всегда вызывает зависимость психическую и физическую, и эта зависимость будет уже от опиоидов. Опиоидная зависимость – одна из самых сильных, которая в настоящий момент существует. И мак в этой ситуации опасен именно тем, что он может и спровоцировать употребление этого вещества, то есть человек может попасть либо в компанию, либо где-то начитаться, как это правильно делается, точнее, неправильно делается, и, соответственно, попробовать, что же там такое находится в этом веществе. И второй момент – человек может просто быть угощен и в дальнейшем, к сожалению, вместе с другими, скажем так, людьми, может пытаться продолжать это дело, потому что зависимость к маку и его составляющим частям возникает очень быстро. Однако опасно не только это. Когда смеси, поступающие на изучение в лаборатории, проходят проверку на содержание веществ, медики приходят в ужас. Подготовленный в антисанитарии наркотик содержит большое количество химических элементов, которые при попадании в организм разрушают его со страшной силой. Для вытяжек из этого вещества используются такие вещества, как химические растворители, едкие вещества и тому подобные вещи. Соответственно, степень чистоты их крайне низкая, поэтому в первую очередь, помимо самих опиоидов, в организм попадают именно остатки растворителя, остатки всевозможных кислот, которые они использовали, чтобы растворить эти растения. И, соответственно, у человека фактически часть шприца заполнена всегда чистой кислотой, чистым растворителем. Соответственно, все внутренние органы, все сосуды, через которые это пройдут, обязательно будут повреждены с точки зрения химии и с точки зрения физики. Поэтому, как называется у наркомана, сожженные вены. Противостоять распространению маковой наркомании – то, чем занимаются правоохранители уже не один год. В рамках очередной республиканской программы сотрудники РОВД выезжают вместе с представителями коммунальников в специальные рейды, где изучают территории произрастания мака, его природу. В случае, если будет доказано, что цветы выращиваются с целью производства наркотических веществ, человек будет привлечен к ответственности. При поступлении информации, выявлении произрастающих растений, сотрудники милиции, как сегодня, например, совместно с сотрудниками Брестского коммунальника, выезжаем на место, производим уничтожение. На протяжении всего летнего периода правоохранители будут активно проводить мониторинги территории областного центра. Работа в этом направлении продолжится. Продолжение следует...